Мужбуровская тема Вот это самое основное, центрофугол, то что написано Центробежная сепарация говорит о том, что без давления, без высоких температур Масло выдавливается центрофугой Отделяется масло и молоко Все полезные свойства сохраняются Это масло считается телебным Целая книга есть Кокосовое масло Чудо кокосового масла называется В книге Мужбура тоже есть целая глава Про полезные свойства кокосового масла Реально, даже на примере лично У мамы был инсульт Третий Врач дал вот такой список в инстаграме Помните, я посылал Вот такой список есть Где лекарства свои прописывал А доктор Мужбура сказал Уберите все, дайте только кокосовое масло И вот только по кокосовому маслу Моя мама после инсульта Я имею ввиду не только кокосовое масло А по милости Всевышнего Используя для оздоровления только кокосовое масло А она прожила еще лет восемь И чувствовала себя прекрасно Только на завтрак, обед, ужин Обязательно с кокосовым маслом Вот так мы инсульт ее победили Опять-таки только по милости Аллаху А сколько она принимала? От ложки? Да, ее нужно принимать Вначале начинать с одной чайной ложки И можно, зависит от проблемы До семи ложек можно пить Кокосовое масло идеально Для внутреннего и наружного применения Кокосовое масло обязательно нужно понимать И отличать от пальмового масла Пальма это дерево На которое растут и финики И кокосовые, и пальмовые орехи И много другого Но и бананы Почему вы про пульсах пальмового масла начали говорить? Не, потому что когда я говорю кокосовое масло Говорят пальмовое масло вредное Я говорю пальмовое масло Если оно нерафинированное То оно тоже хорошее Но ее, это масло То есть используют Его это масло используют В кондитерке В производстве Везде, где жиры Используют пальмовое масло Почему? Потому что оно дешевое Сейчас вырубают леса И делают пальмовые рощи Чтобы получать пальмовое масло Пальмовое масло сейчас занимает Испасим номер один Все используют его И пальмовое масло Это транжир Оно рафинированное Транжиры Мы знаем К чему приходят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok